То есть предварительно что-то с этой машиной было? Тотального вообще точно ничего нет. Кстати, на стапеле была следы стапеля внизу. Подушки уже скрученные скотчем и лежат они неправильно. Обычно, когда рассверливают и клепают, оно видно уже, где клепано. Показать, сколько здесь шпаклевки? Вот эта вот малярная пыль, которой здесь тупо не должно быть. Мы едем смотреть в надежде на то, что этот автомобиль был злым умыслом страховой компании. Вот здесь ледов распила нет. В общей сложности ремонта здесь больше, чем на 2 миллиона гривен. Как-то везде красивый. Извинились одни, извинились старые. Друзья, всем привет. Есть история, которая очень запутанная. На самом деле, если уже копнуть глубоко, эта история началась еще 9 месяцев назад. Когда парень захотел себе машину выходного дня. У него все есть, ему особо ничего не нужно. Ему просто хочется машина так, чтобы в выходной где-то поехать, где-то попантоваться. Хочет он 217-й кузов, хочет он со скаженным 5,5 литровым мотором. Хочет так, чтобы этот мотор еще был живой. И вот тогда, год назад, практически год, 9 месяцев назад он нашел автомобиль, который вроде бы хорош, вроде бы интересен. 100 тысяч долларов. Здесь такая конкретная дырка между подкрылком. Ну, надо было добавить, что еще и крыло не на месте стоит. Вот дырочка, к вашему вниманию. Заявлено, ни бито, ни крашено. И причем машина неровная абсолютно вся. Ну что, передняя дверь у нее хорошенькая. А жена у нее, конечно, сейчас жена, как бы... Она говорит, ну нет, ну купи новую, не парься вот это с вот таким... Ну, здесь, 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 да. Плюс он бампер даже в плоскости не выставили. Вот видно, что чухали бампер. Ну, в смысле, выводили. На этом предлагаю пожелать этому автомобилю хорошей дальнейшей продажи, оставить его в покое. История была интересная еще тогда. Вот этот автомобиль, его ремонтировали в Европе. И со мной связался тот человек, который имел отношение к этому ремонту. Этот автомобиль, он был разбитый в Украине. Он в таком состоянии. Собрали в кучку все, что осталось. Вывезли в Европу. Там за полгода сотворили из него чудо. Вернули обратно в Украину. Здесь его продали. Потом влупили еще раз. И ни одного замеченного ДТП по этому автомобилю не было. Тогда все закончилось тем, что мы обошли вокруг. Даже не открывали автомобиль. Спасибо, до свидания. Не нужен. Так вот, человек не успокоился. Он все время мониторит, ищет, знает, шукает. Он свято верит, он хочет машину выходного дня. Она нужна не срочно. Она нужна вот только чтобы она в гараже стояла. Как дорогая игрушка. И еще один ключевой момент. Парень не хочет тратить дурных денег. Потому что за 150 можно намного легче найти такой автомобиль. Кстати, у нас тоже было видео. Мы нашли идеальнейшее. Вообще, ни к чему не прицепиться. Но там из-за того, что машина долго стояла, просто были ржавые цилиндры внутри. Оставлю, посмотрите. Так вот, теперь имеем автомобиль с пробегом в 51 тысячу километров. Немного. Заявлено, что он целенький. Не битенький. Смотрим по фотографиям. Ну, куколка, а не машина. И всего лишь 115 тысяч долларов. Но перед тем, как ехать смотреть, надо максимум достать информацию по автомобилю. Итак, мы имеем Мерседес, С63, 217 кузов. Все практически точно так же, как на предыдущем. Только изначально этот продается под эгидой. Не битый и не крашеный. Такую ситуацию нам рассказал заказчик. Потому что здесь надо сделать все в рамках выездной диагностики. Имеется в виду приехать на место, осмотреть автомобиль. И удостовериться о том, что он не битый. Я созвенна с продавцом. Ранее мы уже были на этой площадке. Телефон у меня этого парня записан. Зовут его Евгений. И я попросил у Евгения Винко для того, чтобы вообще понимать ситуацию с автомобилем. На первый взгляд ничего страшного. На первый взгляд оно все так, как оно есть. Но я обратил внимание на то, что у этого автомобиля ранее он обращался на сервисный центр. Несколько раз с одной и той же проблемой. Это клаксон у него отходило. Вроде бы ничего. Но когда отходит клаксон, тем более на Мерседесе, что-то тут не так. И надо рыть, ковырять. В общем, долгие поиски привели к тому, что мы нашли, ни много ни мало, а довольно внушительный, огромный список по автомобилю, по ремонту. Хотя парню сказали, что автомобиль не битый и не крашеный. В общей сложности ремонта здесь больше, чем на 2 миллиона гривен. И это, прошу заметить, не этот год. Это было раньше. И, соответственно, ценность этих денег чуть-чуть другая была. По сравнению с тем, в полтора раза вырос стоимость ремонта. Это я знаю по ремонту своего автомобиля. Не суть. Изначально ситуация заключается в следующем. Мы понимаем с заказчиком, что на эту машину уже нефиг ехать. Но у меня есть подозрение того, что эта машина, возможно, попала под историю, когда люди, имеющие влияние на страховые, списывали херовую тучу денег. И вот это вот может быть точно такой же вариант. То есть, если это так, то это первое. Ну, вернее, не так. Здесь надо рассказать, что есть дальше два варианта развития событий. Первый, это мы понимаем, что машина запросто может быть целой. И мы по ним покупаем автомобиль, а как минимум то, что заявлено, что он был настолько поврежден. Это как минимум повод для торга. А вторая ситуация того, что не получится что-либо с этой машиной сделать по страховой, потому что ее просто не возьмут по каско. И вот, покупая такой автомобиль на свой страх и риск, понимаем, что можно не застраховать. Эту машину в страховке может быть отказано. Продается этот автомобиль за 115 тысяч долларов. В общем, имеем. Это 217 кузов Мерседеса. Это 63 МГ, 16 года выпуска, с камнями сваровских фарок. В общем, комплектация у него не вау, но типа неплохо. У него здесь есть Night Vision, есть карбонокерамические тормоза. Есть очень неплохой салон. В общем, по комплектации плюс-минус норм. Но нигде не заявлено. То есть, такое серьезное ДТП и скрыть, ой, маловероятно. Но, тем не менее, по заявлению Автория, мы видим, что автомобиль, он как минимум был без ДТП. И он продается сейчас пробегом 50 тысяч километров или 51. Но год назад у него было 33. Вроде бы все нормально, потому что машина выходного дня часто ее не использует. Вроде идет все хорошо и все замечательно. И я хочу позвонить парню, кстати, парню. Я вчера уже звонил, когда у него спрашивал Вин-код кузова. Он у меня записан в телефоне, а значит, ранее мы с этим парнем сталкивались. Так вот, мне интересно задать ему простой вопрос. А знает ли он о том, что была такая история с автомобилем? Да, Евгений, доброе утро. Извините за столь ранний звонок. Мы из Киева, это компания Одинавто. Мы занимаемся автоподбором. У нас один из наших заказчиков попросил проверить Мерседес, по которому я вчера звонил. Скажите, пожалуйста, сегодня удобно это будет сделать, приехать на него посмотреть? Да, конечно. Подъезжайте до 19, как вам удобно. Предварительно, возможно, вы знаете историю этого Мерседеса, что с ним было, возможно, где-то есть какие-то крашеные элементы, может, что-то менялось. Давайте подъедите к дому и все поговорим, мы на месте уже, я все расскажу, покажу. То есть, предварительно что-то с этой машиной было? Ничего не было с этой машиной. Окей, хорошо. Ну, то есть, там тотального или же там... Тотального вообще точно ничего нет. Там был покрас, но, если не ошибаюсь, дверь открывалась, и вот одно место, где в районе ручки и все. А, то есть, мы имеем подкрас всего одного элемента. Окей, хорошо, тогда к двум часам дня, я думаю, мы у вас. И вот, имея такую информацию, что автомобиль, ну, визуально-то он классный, либо очень хорошо сделанный, либо действительно кто-то там погрел ручки на страховой компании. Так вот, можно запросто получить недорогой автомобиль, ну, в рамках того, что сейчас творится на рынке. Тут вообще сложно что-либо сказать. Тут нужно в момент называть цену. Какая цена будет завтра, а мы уже это не рассматриваемся. Так вот, вернемся к Мерседесу. На данный момент, вроде бы, как и цена неплохая, если машина хорошая. Естественно, мы едем смотреть в надежде на то, что этот автомобиль, он все-таки был злым умыслом или злой игрой какой-то страховой компании, для того, чтобы кто-то где-то нагрел руки, подбрил некую страховую компанию на два с лишним миллиона гривен. А машина, по факту, запросто может быть целой. И вот, целая она или нет, именно это мы едем выяснять. Предварительно к парням я уже зашел, поздоровался. А вот и наш парень на Каене. Так, пошел я снимать. Посмотрим ремень с этой стороны. По документам он был заменен. Вот так, что мы видим. 3-й, 16-й. Нифига. Ну, вот эти штуки закрашены. Не, ну, я понимаю. 180, 174, 159. 140, 166, 1212, 244, 246. И сейчас пойдет снова на спад, 157. Вот. А вот, кстати, и мусор под лаком. Ну, так оно не бросается в глаза, а так вот на игре цвета видно. 192, 179. Ну, палева нету. Красиво. 160, 174, 178, 188, 60, 192, 196. И теперь пошли по этой стороне. Так, 176. А с той стороны 90. На всякий случай 163. 193. Так, а здесь 109. С той стороны, напоминаю, 178. Внутри дверей. Так, 133, 138, 142. А там 70, а там 70, 131, 129. С любой заменой я не вижу. 172, 175, 181, капот, 112. Вот эти вот штуки забрызганы. Вот здесь вот тоже забрызгана. А так, в общем-то, очень даже достойный аппарат. О, пары не торчат. Внутри проема прострелим ее. 125, 124, 115, 107. Здесь пленка, пленка заканчивается. И пошли. 90, 262, 86. Нормальный такой перелет. 140, 60. Ну, то это плюс у меня пацана. 150, ну, то это плюс у меня пацана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше, чтобы не вставлять нудных разговоров, я коротко скажу, стоит вопрос о том, что нужно выяснить, а машина сварена с кусков или это просто заменены внешние части элементов кузова? Поэтому смотрим дальше на возможные распилы. Есть ли они где-то? Ну, чтобы понимать вообще, есть жизнь дальше у этого автомобиля или нифига ее нету? Ищем распилы. Нет, здесь она не расшивалась. Здесь не ничего. Ну, а так вот по зазорам, вот с телком там все. Да нормально она по зазорам? Вот эта под крылом штука, ее, она целая. Это ввиду само арка и само усилитель. Она не менялась. Так, и наверное, наверное, нет, не здесь. Здесь я следов не вижу распила. Она распиленная. Подушка у нее стоит правильно, подушка у нее заводская. Подушка у нее, давайте, наверное, покажу, она здесь есть. Она заводская, она новая. А вот теперь приехали старшие товарищи и теперь снова начинаем разбирать автомобиль, показывать, где есть несоответствие. Ну, мне несложно, я уже вижу, знаю. Хотя я точно понимаю, что это лишь поверхностно. Мы поняли, что с автомобилем была беда. А вот насколько серьезная была беда, все-таки надо разобрать частично автомобиль, для того, чтобы добраться, посмотреть. А разрешение на это пока не получено. И нужно это делать или нет, нужно устанавливать лишь только после того, когда парни, которые продают сей прекраснейший экземпляр, предложат нормальную цену для того, чтобы с этой ценой можно было жить дальше и понимать, что с автомобилем, ну, пусть что-то не так, но зато он очень хорошо сделан. Так вот, нужно это делать или нет. Сейчас пока показываем доказательства того, что здесь есть замененные крылья задние, помененные крылья передние, что, в принципе, очень неплохо. Но показываем то, что с этим автомобилем не все так классно. Для того, чтобы они потом своих мастеров-приемщиков рассказали им, почему ландыши в Пакистане, что такие автомобили на комиссию принимать точно не нужно. Ну, возможно, для них будет отдельный некий курс повышения квалификации, на что я очень сильно надеюсь. Да, здесь уже все красиво. А? Не-не-не, есть. Есть. Вот она. Она просто затертая. Она есть, есть, есть просто затертая. Вот, кстати, вот эта вот малярная пыль, которая здесь тупо не должна быть. Ноги крутились. Нет, каркас тут у нее целый. Он тут заводится. А вот здесь вот подушки уже скрученные скотчем. И лежат они неправильно. То есть, сама присутствие подушки есть, но вот эта штука скручена не так, как должно быть. У нее... Вот та подушка, если интересно, можете посмотреть, как правильно стоит. У нее хлястик должен раскрываться вниз. С этой стороны она тоже целая. Это все родное. Вот это все родное. То есть, то, что здесь есть следы, она была на малярке, окей, была. Кузова. Пока видим. Сейчас это все справлю. Кузова. Получается, вы наварили крыло? Да. Кузов целый у нее. Кузов у нее... Зеловые элементы у нее... Получается, вырезано было чисто крыло. Чисто крыло. Просто крыло замена. Да. Вот сама шкарлупа. Потому что вот здесь следов распила кузова я тоже не увидел. Нет. То есть, видно, что оно прицеплено. Сейчас я еще раз открою. Получается, прицепили его в шок в этот, что ли? Да. Вот здесь следов распила нет. Вот если посмотреть... Тут не видно, что просверлено. Обычно, когда рассверливают и клепают, оно видно уже, когда клепано. Показать, сколько здесь шпаклевки? Вот следов того, что оно разрезано. Я вижу. Здесь идет в заводе. Я не вижу, чтобы оно было клепано. Я просто знаю, как клепается... Нет. В заводе с той стороны. А вот теперь обратите внимание. Вот эта точка, она не хорошая. Для примера, вот эта точка, она больше похожа на заводскую, нежели то, что на другой стороне. Ремни у нее свои стоят старые, потому что он назад тупо даже не возвращается. Ремни заказали, но менять не захотелось. Ну, я по бумагам видел только снятие установки. Ну, то, что столько менялось, это в пользу того, что здесь был качественный ремонт. Но вопрос, не хотелось бы, чтобы менялись лонжерон и все. А это надо разбирать, смотреть. То есть, это если согласуете по цене, и парни дадут добро на то, чтобы подразобрать немножко, то не вопрос. То есть, получается, диаметрию нужно проверять, здесь есть на автору или 100%. Да, конечно, да, на стапеле загоняется. Кстати, на стапеле была, следы стапеля внизу мы тоже можем увидеть. На креплении порога были. Если бы страховая, то было бы сложнее вычислить эти моменты. Но все равно что-то бы наталкивало. Ну, понятно, что переходы по крыльям, они в любом случае наталкивают. Ну, первое, что наталкивает, это разность покрытия в 100 метров между правой и левой стороной. То есть, уже понимаем. И если бы не было страховой, мы бы просто не увидели всей вот этой груди, что менялось. Потом залезть, посмотреть по подушкам, когда видно, что одна стоит, нормальная, золотая. Какая-то типа, из какого года? Разбирать надо. Разбирать. Здесь по этому лидеру нет? Плюс она шнурная, у нее многие потеют. Она начало 16-го года. Вполне может быть, что... Хотя, блин, 4 месяца разница. Ну, опять-таки, ИКУ даже не популярный. 15-й, 12-й, тоже конец. 16-й год. Причина, что стоит в жопу, если это он кого-то догнал? Или это все-таки въехал? Тут вариантов может быть большой вагон и маленькая тележка. Ну, сейчас ждем, что они там с ценой решат. Если устроит, то можем смотреть дальше. Уж отбитая машина, это не приговор, а именно вопрос цены. Так-то везде красивый. Так, радиаторы. 16-й год. Засечки на болтах, ну, в смысле, минимум эти. Передняя часть разбиралась. В промежуточных разговорах без камеры, когда мы уже начали детально общаться, когда уже все поняли, что машина действительно ремонтирована, когда показали, что подушки там стоят просто скрученные в трубочку, завязанные изолентой. Так вот, парни тогда сказали, ё-моё, очень хорошо, что мы этот автомобиль не выкупили. Потому что, если бы мы его выкупили, это была бы уже наша зона ответственности. А так он у нас на комиссии. А вот теперь самое время объяснить, что же не так с этим автомобилем. Мы имеем полностью замененное вот это вот крыло, но это, конечно, не Mercedes, это Acura, но, тем не менее, тоже купе. Вот это вот крыло, оно не откручивается на болтиках. Вот это крыло, это сверху наваренное на силовой каркас кузова, аж вот такой вот элемент, вся боковина. Потом прикручивается дверь. Так вот, она прикручивается не на болтах, она сюда приваривается целиком. Вот так. А на Mercedes вот здесь вот оно отрезано, высверлено, прицеплено, приклеено. Вот здесь вот зашпаклёвано и таким образом оно стоит. С правой стороны крыло точно так же, но не так далеко заменено. Оно заменено вот здесь вот. Тоже частично, но тоже поменено. Также заменены переднее крыло, переднее капот, передний бампер, но они стоят здесь новые и они откручиваются и прикручиваются. То есть, оно причухалось, его открутили, покрасили, прицепили новые и это хорошо. Но надо ещё дополнительно поснимать подкрылки и посмотреть, что творится там внутри. А вот эта вот подушка вот здесь, которая раскрывается боковая, она свернута в трубочку и прикреплена изолентой. Ну то есть, физическое её наличие там есть, а вот работает она, восстановлена, не восстановлена. Это надо дополнительно разбирать, смотреть, нет ли там обманок. Потому что обмануть машину очень легко. Ставится дополнительно сопротивление и всё. Но нужно признать, что автомобиль сделан очень хорошо. То есть, вот с первого взгляда, я сначала действительно, вот когда обошёл первый круг, подозрений, которые бросаются в глаза, то что вот этой машине точно подходить не нужно, у меня не было. А вот со второго круга, когда уже обратил там и внимание на пыль под мусором, когда мы начали уже более детально смотреть, а откуда взялась эта пыль на заднем левом крыле, когда имеем подкрас только на передней левой двери, вот это вот был вопрос, который потянули за ниточку и поняли действительно, что вот это вот на два с лишним ляма, это действительно был ремонт автомобиля. Если будет дальше по ней интерес себе, чтобы потом лишний раз не ехал, я зафиксировал седан, и мне же обмахки надо вам будет написать. Тогда окей, поехали. Потому что я не думаю, что сейчас быстро станут, просто заберите. Четырнадцать. В любом случае, извините за меня. В моём случае, грубо говоря, наша работа... Я общался с разными людьми, с разными перекупами, с разными... Хорошо, не перекупами, с людьми, которые покупают, продают автомобили. Так вот, когда у человека есть понимание, что он либо чего-то не знал, или он не прав, они всегда извиняются. Так было и в этот раз. Извинились одни, извинились вторые. Ну, имеется в виду и сам парень, который показывал автомобиль, и естественно руководство, что бывает крайне редко. Ну, для меня это было такой лёгкой неожиданностью, потому что обычно мат-перемат, сидор... Здесь было не так. Я, честно говоря, был уверен в том, что... Ну, это такая... Машина подстава страховой, потому что столько косяков, и принять машину в продажу и не знать это, либо надо иметь сверх наглость, чтобы по глазам у вас не видно её, либо же я просто не знаю. Всё, спасибо тогда и вам, спасибо Евгений, я полетел. Так, значит, в принципе, промежуточные итоги следующие. Мы не говорим «нет» этой машине при условии, что на эту машину будет некая бросовая цена. И если такое всё-таки будет, потому что, если предположить, то ДТП было в начале 2020 года, а машина продана следующему хозяину второму в конце 2020 года. Вот с 2020 года, практически год, парень на ней ездил, и знал он или не знал, это уже на совести самого заказчика, ой, заказчика, парня, который продаёт хозяин автомобиля, вряд ли он знал. А даже если и знал, то вопрос здесь вообще концептуально заключается в другом. Заключается в том, как парни, которые приняли на комиссию этот автомобиль, его пропустили. Вот лично у меня здесь в этом больше вопрос. Дальше. Но всё-таки, если будет развитие этой ситуации, то будет оно следующим. Если получится так, что заказчик захочет этот автомобиль рассматривать дальше, то есть если ему предложат ту цену, за которую ему будет приятно купить этот автомобиль и понимать, что хрен с ним, что она была битая, зато там V-образные мощняцкие моторы можно отжигать, потому что плюс-минус машина сделана хорошо. С учётом того, что прошёл уже год, она ещё нигде не постреляла, не облезла, сделана действительно хорошо. Но она деланная. И, соответственно, она очень сильно переоценена. Так вот, если вдруг каким-то боком они договариваются по цене, а я уже вижу не 115, а, ну, наверное, 70, и надо дальше её смотреть, при условии, что там не помятые лонжероны имеется в виду, не нарушена силовая конструкция автомобиля, тогда у этого автомобиля есть уже жизни дальше. Но это будет осматриваться в несколько этапов. И это понимаем, что это уже будет с разборкой автомобиля. По-другому, ну, никак. Предварительно я парням сказал, что, друзья, эта машина, может быть, будет интересна, но понимаете, что мы её дальше будем разбирать. Они тоже согласны, что, да, действительно так нужно делать, потому как продавать такой дорогой Мерседес. Хотя, вроде бы, в нынешних реалиях это недорого, но... Но... Но как-то так. Ладно, поехал я дальше. Пока история вот такая. Друзья, если подвести итоги, то перед созданием вот этого видео, перед выпуском мы созвонились с заказчиками, он говорит, нет, мне этот автомобиль не интересен. Подробности я не узнавал, за сколько они он дают или ещё чего-то, но они точно не договорились по цене. Поэтому на вот этой истории, на истории вот этого Мерседеса мы ставим не запятую, мы ставим уже жирную точку. То есть эта машина не рассматривается к покупке. Ну, а мы шагаем дальше. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. А мы шо снимаем гольф сейчас, да? Пока-пока. 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 ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 ПОДПИСЫВАЮТСЯ